Доброе утро, Бокертов! Сегодня отвечу на вопрос, почему в виврите воспитание и новоселье однокоренные слова? Речь идет о корне хэт-нун-каф. Давайте вспомним несколько слов, базовых слов из этого корня. Механех, глагол в настоящее время воспитывает, и это же слово означает воспитатель. Хинух, воспитание. Мехунах, воспитанный. Ханах отметил новоселье, торжественно открыл, глагол Пааль в прошедшем времени. И хотелось бы, чтобы существительное действие от этого глагола ханиха переводилось бы как торжественное открытие, новоселье. Но ханиха, это слово, которое мы чаще встретим в формальном языке, это передача знаний новичку. А торжественное открытие это ханука. Слово ханука у нас ассоциируется с праздником ханука, а новоселье на иврите ханукат байт. Это как бы торжественное открытие, новоселье. Если речь идет о конкретном случае, ханукат апайт получится. При этом слово ханих, воспитанник. То есть у нас постоянно в этом корне такое пересечение воспитания и новоселье. Какая же связь между воспитанием и новосельем? Моя версия. Воспитание это когда передают какую-то новую базовую информацию. Это можно, а это нельзя. Это хорошо, а это плохо. Это принято, а это не принято. И когда проходит новоселье, участникам рассказывают, как новое место устроено. Для чего и для кого оно предназначено. То есть базовое значение корня хет-нун-каф это ознакомление, передача какой-то новой важной базовой информации. Я надеюсь, что эта версия приемлема. Если у вас есть другие версии, я буду рад, если вы их выскажите своей идеей в комментариях. И если вы хотите познакомиться с остальными словами этого корня, в описании я поставлю ссылку на соответствующее гнездо моего корневого словаря. Спасибо вам за внимание. С вами был Марк Лейтраут. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok